есть такая поговорка купил nissan занимайся с ним сам но немножко другими словами вот примерно так же получилось в моем случае только я купил nissan которым я не занимался но он получился в идеальном состоянии причем его начальная стоимость 4500 долларов вы представьте вот такой автомобиль по цене но такой добротной хорошей приоры я тоже в это не верил но правду которую я вам сейчас расскажу всех повергнет в шок и действительно даст надежду в то что за такие деньги можно купить действительно хороший автомобиль эта история началась примерно 2 недели назад когда я отвозил в киев запчасти на audi которая пришла мне с сша она сейчас в киеве на восстановлении находится и заметил у своего друга андрюхи который также занимается покупкой продажи автомобилей у нее свой дитейлинг то что он купил nissan x-trail вот этот именно nissan по фоткам он был неплохой и поскольку я был в киеве мне было совсем недалеко до него доехать чтобы посмотреть на этот автомобиль и он назвал очень привлекательную цену если посмотреть рынок этих автомобилей то цена которую он назвал была отличная просто он сказал что в том состоянии который он сейчас вот забираю отдаю как есть на обратном пути мы заехали к нему гости я посмотрел в живую эту тачку и сказал что даже за такие деньги которые ты мне предлагаешь на данный момент она мне не интересно но действительно на фотках она была намного лучше чем живую у нее были рыжики на порогах на задних арках у нее был убитый салон она сама была какая-то матовая косая кривая но в общем никакого презентабельного вида она не имела но андрюха мне сказал что через неделю она будет просто в идеальном состоянии как для такого года немножко конечно я подрастроился потому что я уже представлял как буду на nissan кататься для зимы это вообще тачка пушка и цена вообще привлекательная но реально много вложений много времени нужно было потратить чтобы ее восстановить но в моих условиях поэтому пожали руки и разъехались но на следующий день вечерком все поразмыслив я решил предложить андрюхи небольшой спорт в принципе машину то я видел просто я ну не верю что за пять дней и можно восстановить в идеал как он говорит то есть допустим даже если сегодня он начал то есть до субботы есть время в субботу все равно едем в киев за audi на обратном пути можем заехать забрать ее вот туда же сидушки но как бы блин вообще по полная полная утиль я я не понимаю просто как это можно сделать тем более там пороги там нужно немножко подварить только сварка болгарка и покраска пять дней минимум а он говорит что всю машину от полирует в идеал за пять дней в принципе можно вприхтись именно согласиться на такой спор других вариантов нет машина реально как бы хорошая по технике да но вот именно внешний вид оставляет желать лучшего сейчас звоним да алё слушай в общем я подумал над всем увиденным вчера но в принципе если ты говоришь что за пять дней его восстановишь потому что я в субботу буду ехать в киев там на audi запчасти отвозить и как бы могу крутануться на обратном пути забрать если он будет уже в идеале за это время по твоей цене как ты сказал за 6000 я увижу уже потом когда я куплю хорошо ладно все смотри договорились субботу созваниваемся ты мне присылаешь фотки заранее на обратном пути буду ехать к тебе друзья а я хочу вам рассказать способ как можно заработать естественно миллионером при этом вы не станете но покрыть все свои нужды ежедневные затраты у вас получится компания avalon она уже более пяти лет на рынке инвестируют в эти технологии и стартапы это самая прибыльная ниша рынка которая очень стремительно развивается и приносит огромные доходы этой компании она в открытую показывает сколько зарабатывает и этой прибыли делится со своими инвесторами которые в свою очередь получают 1 3 процента в сутки от суммы вклада начать зарабатывать можно со 100 рублей на сайте есть калькулятор доходности и каждый может выбрать свой тарифный план по своему кошельку а ссылку на валон вы найдете в описании под этим роликом прошло уже пять дней и мы снова приехали к андрюхе чтобы посмотреть что случилось с тачкой то что он скинул мне на видосе это просто взорвало мой мозг и естественно как я и обещал приехал чтобы забрать эту машину и сейчас покажу ее вам в живую что за такие короткие сроки таких годов тачка может выглядеть вот так как это ну как то так это наверно вовремя до короче раз записывали загнали ну машину уже концовку знаешь если бы я не видел эту машину какой она была пять дней назад в шесть дней по факту даже стоит да ну я тебе говорю что эта тачка получится бомба но я тебе хочу сказать что когда я делал у меня уже некоторые сомнения бывало закрадывались когда я только к ней приступил что времени немножко мне маловато но я вчера ушел в час ночи домой ну ты успел наверное наверное я не буду показывать процесс восстановления потому что он есть у андрюхе на канале вот это вот все что он снимал что он с ней делал я думаю вам будет интересно посмотреть как из той машины которая вы видели в начале ролика превратилась вот такую вот красотку вот фары фары посмотрите они были желтые я тебе сказал что фары будут в идеале да но я тебе говорил просто не понятно да вот смотри 5 дней назад ты зашел ты говоришь вот нормальная тачка ты там нахер туда-сюда ну понял ты за живое зацепил поэтому я уже ну не мог ударить с одной стороны с одной стороны я проиграл спорда но с другой стороны у меня тачка которая стоит адекватных денег в таком в идеальном состоянии то есть если смотреть час по рынку попробовать найти такую тачку на семерка семерка семера мне на 6 обходит на тебе насколько обошлась со всеми ремонтами человек человек сработал в минус чтобы выиграть этот спор ну блин я не знаю сколько нужно вложить в нее резина новая пацаны новая вообще не ну подожди ты видел на него я реально ну еще два дня назад и думал ты приедешь но как нормально все было поэтому все сделали да ну вообще пушка ну типа целая все ли задок вообще отлично но я на фотках это все видел как бы не выправят и живу риски и не фото нет мы поверили вообще за новый на новый просто здесь никто не заказать честно вот эту карту я нашел на разборе я думал что я ее сделать не смогу но я ее нашел на разборе и когда ее сделал она получилась я ее не заказал но я думал если честно и тебе поменять полностью но я не надеялся я ее уже нашел на разборе понял то есть я вставлю вставлю вставки возьму парней видео какой она была и какой вот мы сейчас наверно после этого спича этого осмотра ну лишь меня на канале посмотрим либо там полностью я думаю и себе чуть-чуть вставлю по любому не все остальное все основное весь процесс работы будет у андрюхи знаете еще в чем прикол отлично ну ты видишь что фотографии видишь тебе реально не передали давай давай посмотри посмотри да мотор это интересно честно перемолова давай открой потому что неудобно неудобно пока еще говорится не привык ну как то так по бам новый мотор вы еще движок свапнули сюда да ну да не ну вообще лять состояние ну короче машина 2003 года ну найдите машину 2003 года блин ну волшебники по-другому честно честно можно сыграть эмоции да но если не искренне ну реально ты смотришь на тачку у тебя у меня начни горят глаза на нее ну потому что так случилось потому что ты ее видел дом да в этом все если бы ты сейчас пришел просто смог как ее смотреть да ты сказал бы тачка в классном состоянии вопросов нету но вот этого эффекта бы не было ну давай по-честному ну ты же не верил что с нее такое получится ну по факту ну я ну не верю не то что я верил я сам себе не верю я верю что можно сделать лучше чем она была но не настолько ну ну понятно что можно сравнить с тем что машина 2003 года она выглядит как салона ну выглядит как 5 годовалая ну так стежок ну вылили состояние на 5 лет как-то да а это кстати я тоже мы даже полировали по возможности потому что они тоже были тусклые ну надо было сделать кстати что касаемо по технике с машиной было все идеально то есть человек сну обслуживала ее мне вот это наш в одних руках было считай сколько этого года до 2005 года она была в одних руках ездил на ней дед то есть он еще дал запасные шаровые над по технике полностью обслуживаю то есть тебе сюда лезть никуда не на меня смотрел смотри нет колодки вообще тут даже выработки практически нету ну то есть тормоза колодки все вот это вот там присутствует в норме то есть эта машина не то чтобы даже на перепродажу на ней можно самому я думаю зиму как минимум откатать а там уже посмотрим не знаю я вот как бы вот в таких смешанных чувствах ну блин то что я видел тогда тогда как бы да я был готов ее продать там если этом но когда увидел сейчас и мне захотелось себе оставить поездить зимой пока я сделаю тем более хотя они тоже полный привод квадро ну блин она высокая вот это ну как бы свои плюсы преимущества и плюс audi стоит конечно побольше и того насколько вы понимаете и я забрал эту тачку так как андрюха выиграл спор и эта машина просто превзошла все мои ожидания я не верил что реально за такой короткий промежуток времени можно такое сотворить с автомобилем ладно этот battle выиграл ты но у меня есть специальное предложение в котором я тебя немножечко обыграю но я так думаю мой профиль как говорится корчи смотри мы берем по 1000 долларов ты берешь я беру мы берем у тебя и у меня по штуке по штуке но у меня слышу даже это по штуке по штуке короче у нас есть время до конца февраля за этот бюджет мы покупаем корчи и продаем корчи а вот твоё преимущество в корчах да я понял то есть мы занимаемся перепродажей корчей корчей в конце февраля у кого тачка будет дороже либо круче тот и выиграл а кто проиграл отдает тачку победителю каждый на свой канал будет снимать как он покупает как он их восстанавливает чтобы все люди видели как это происходит предпродажную подготовка и тачки я не обязательно если можно просто купить помыть и продать это тоже подходит именно 3 каждый каждый на своем канале показывает просто этот процесс как он с тысячи поднимается и я думаю всем будет интересно смотреть то есть ссылочку на канал андрюхи оставляю в описании мой канал вы так на моем канале как здесь все понятно открыто да ну поэтому подписывайтесь на нашего канала но я так понял пацаны что вас ждет скоро тачка я так понимаю тачка будет не хреновая потому что настроены мы серьезно получается если я проиграю значит я даю тебе свою тачку бесплатно бесплатно либо если я проиграю то я тебе отдаю опять же ну тогда давай чуть-чуть уравняемся короче не моя специальность скажем так тогда давай победитель разыграет эту тачку среди наших подписчиков на ну кто расписано на наш канал так мы тогда делаем вопрос на двух каналах чья тачка людям больше нравится вот тот победитель разыгрывать ну чтобы никому не было обидно понял короче твоя специальность ты у меня и тачку заберешь и продажа хорошо хорошо так мы в нашей аудитории разыграем машину победитель получает две тачки да и на выбор одну разыгрывает то есть какую выберет мы сделаем опрос победитель в любом случае останется с плюсом да просто проигравший будет без тачки а эта тачка одна из этих тачек которые будут участвовать но победитель плюсе потому что он заработал его и в любом случае все согласен давай разбивай тогда февраля до конца февраля до конца февраля встречаемся и сравниваем кого тачка круче и теперь в моем владении просто пушка зажигалка вот такой вот замечательный nissan x-trail 2003 года триста тридцать тысяч родного пробега вообще просто без косяков по техническому состоянию вообще просто без косяков по лакокрасочному покрытию то есть он реально в идеальном состоянии все функции все кнопочки работают да и в целом машина выглядит очень свежо очень классно как на такой возраст я считаю особенно самый главный плюс это цена 6000 долларов за 6000 долларов вот такие x-trail и продаются в таком состоянии в котором он был может быть немножко лучше конечно будет по салону там с целыми сидушками но любом случае чтобы довести до такого состояния еще нужно будет скинуть 500 а то и больше причем у нас получилась машина на новых колесах на новой зимней резине и я уже проехал больше тысячи километров ну 600 километров я ее гнал домой плюс еще и по области покатался по своему району и машина вообще без вложений ну конкретно можно ездить всю зиму и не спешить ее продавать хотя машина изначально бралась как для перепродажи огромное преимущество в этом автомобиле для меня лично как для блогера это панорамный люк но огромный в общем люк который делает сразу же освещение в салоне теперь значительно лучше видно меня значительно лучше картинка должна стать на камере встала что требовалось доказать но это чисто для меня люк работает открывается то есть вообще по электрике в тачке все работает но по технике абсолютно без вложений мотор не дымит за 1000 километров ни грамма масла она не съела но по крайней мере это незаметно щуп как был на уровне когда я покупал и спустя 1000 километров этот уровень никуда не ушел есть два минуса в этом автомобиле это вот это вот центральная консоль непривычно очень непривычно с одной стороны конечно да удобно здесь огромное количество места огромное количество бардачков с одной с другой стороны здесь есть даже холодильник для банок и второй косяк как для меня когда я ездил на приори с газом и у меня 500 гривен уходило на топливо на неделю то здесь 500 гривен на пару-тройку дней потому что расход здесь несмотря на 2 литра но наверное литров 12-13 по городу точно будет по трассе стабильная десяточка вот я ехал десяточка девять с половиной плюс-минус она и хавала но опять же не стоит забывать о комфорте который мы испытаем за эту сумму даже если рассмотреть вариант чтобы оставить себе его то это и по бюджету как-то сильно не ударит потому что ну реально 6000 ты особо как бы не купишь даже иномарки и начнешь искать там апеля меганы или меганы как правильно там форды но 6000 это нормальная машина здесь джип за шесть тысяч в общем как для своей цены машина меня полностью устраивает даже с точки зрения того если бы я оставлял ее себе кататься всю зиму поэтому спешить продавать я как бы не буду но вдруг кто-то изъявит желание ее приобрести ссылку в описании на объявление вы найдете машина полностью прозрачна машина полностью открыта весь процесс от покупки и до восстановления дает теперешнего состояния вы можете посмотреть на канале андрюхи ссылку естественно оставил в описании поехали дальше ездить кайфовать и покорять просторы нашего небольшого городка всем пока